По всей России продолжается череда массовых чисток. Наказание настигает и те, кто пытается навариться на имуществе Миноборона. Так, в Калужской области директор некоммерческой организации присвоил себе самолеты Минобороны для последующей перепродажи третьим лицам. Сумма ущерба составила почти 5 миллионов рублей. Предприниматели задержали сотрудники ФСБ. Он приговорен к 5 годам лишения свободы условно и обязательным погашением нанесенного ущерба Российской Федерации. Экс-руководители Мособлэнерго Алексея Брижаня и Алексея Агапова признали виновными в мошенничестве и взяточничестве. Гендиректор Брижань и его заместитель Агапов получали взятки от руководителей подрядных организаций за возможность заключать крупные контракты на оказание услуг Мособлэнерго. Свою должность предпринимчивые энергетики занимались с 2013 года и за это время честным трудом. Заработали несколько домов и земельных участков, всю линейку брендовых наручных часов и целый парк премиальных машин, некоторые из которых изъяты решением суда. Теперь Брижань отправился в колонию строгого режима на 5 лет, а его подельнику дали условных 6 лет. В Екатеринбурге чиновник пытался навариться на госконтрактах на строительство базы поисково-спасательного отряда МЧС. Так, он завысил итоговую цену работ и заказчик переплатил в общей сложности свыше 200 миллионов бюджетных рублей. Еще 73 миллиона по аналогичной схеме обвиняемый вывел в ходе строительства водно-спасательной станции. Суд приговорил чиновника к 5 годам условно и штрафу в 700 тысяч рублей за мошенничество в особо крупном размере. Редакция «Моменты истины» продолжает борьбу с коррупцией. На прошлой неделе в нашу редакцию обратились жители дома, которых строители компании «Ава Групп» буквально держат в заложниках. Многомиллионные долги родственников верхушки компании вешают на обычных жителей. Ссылка на полное интервью по этой теме размещена в комментариях. Если вы столкнулись с судебным произволом или другими фактами, то свяжитесь с нашей редакцией по указанным контактам.